Ля какой, сука Ля какой, бля Вот это я понимаю, мужчина, посмотри, ля Это, кстати, не фотошоп, чуваки, что вы понимали, это не фотошоп Стоп, стоп, досмотри до конца Что лучше? Взять CS GO Prime за 1000 рублей в Steam Или за 100 рублей на LOL Steam Я думаю, выбор очевиден LOL Steam это честный и безопасный сайт Где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм Поехали Я не понимаю, с каким потолком поздравить? Кого, блядь? Какой, какой нахуй потолок, блядь? Каким потолком, блядь? А подарком? В смысле, блядь? Не понял, чего еще раз? Чего будет, сколько, что никто не сможет встать? Так на кровати, счастье будет столько, что никто не сможет встать. Счастье будет столько, что никто не сможет встать. Бля, вообще, честно говоря, это можно очень по-разному, ну, воспринять. У меня есть просто только одна ассоциация, но какая я говорить не буду. Сердечки поцелуи, я вам передаю. Не, спасибо, не надо. Я с 8 марта, я вас очень люблю. Чтобы я без вас в этой жизни делал поздравления, и сейчас, пацаны, докажем делом. Дорогие девушки и женщины, я поздравляю вас с 8 марта. Счастье, здоровье, а главное, благополучие. А почему именно благополучие главное? Почему не любовь, блядь, не что-то еще? Это просто доебки, я понимаю, но просто благополучие, ну... Обычно благополучие, это как слово в середине предложения, знаете, типа, желаю тебе благопол... Не знаю, счастье, благополучие, вот это всего. Но самое главное, здоровье. Или самое главное, любовь. Потому что это такое, блядь, просто благополучие, самое главное, хуй знает. Бля, мне очень некомфортно, спасибо большое, Сапки, ребят. Очень некомфортно за вот это вот его лицо в сердечке. Я просто объясню, почему. У меня ощущение, как будто я остался один дома в детстве, мне где-то лет 6, наверное. И, блядь, кто-то стучит в дверь, при том, что у нас есть дверной звонок. Я смотрю, ну, этот, в глазочек, а там вот это, нахуй. То есть у меня вот очень-очень странное такое, ну, ощущение. Так, одну секунду. Я понимаю, что я сейчас буду выглядеть странно, но я хочу, как Риса за творчество, сделать небольшой ход конем. Я поменяю наушники, в этих наушниках звук получше звучит. Я просто не понимаю, это трек дерьмо, блядь, или у меня наушники хуйня. Просто в моих наушниках это звучит, как калич пиздец. Ну, типа, в контексте, ну, свидос, ладно, ну, не будем говорить об этом. Просто, точнее, про исполнение мы не будем говорить в основном. У меня вопросы больше к звучанию. Потому что у меня в тех наушниках бит звучит, как полный пиздец. И вот я не знаю, это, блядь, в треке так, или у меня в наушниках. Ну, кстати, как бы я не хотел сейчас порофлить, повыебываться, типа, что это, ну, в треке? Нет, это в моих наушниках так. Потому что вот в наушниках, в этих бит нормально плюс. Кстати, справедливости ради можно пиздец сколько угодно и выебываться 10 тысяч раз. Но этот трек звучит лучше, чем предыдущие треки Ивана Зола. То есть я не могу не подметить, что он все равно делает успехи. На самом-то деле. То есть я говорю, шутки шутками, но Иван Зола все равно делает успехи в треке. Тут самая главная проблема в том, что, я не знаю, скорее всего, из-за физических особенностей, ну, скажем так, горлового и ротового инструмента Иван Зола не может нормально, как бы, дикционно справляться. Но в любом случае, в любом случае, то есть он стал делать треки гораздо пиздаче, чем было до этого. И это уже хорошо. Anyway. То есть, очевидно, я бы такое слушать не стал, конечно же, блядь. Ну, я бы не стал такое слушать. Но просто я не могу не подметить тот факт, что Иван Зола прокачивается. И это круто. В любом случае, это круто. Вот. Это все еще замечательно. Я бы такой трек не смог бы слушать в ушах, ну, ни в коем разе. Но здорово, что растет. Это хорошо. Вот. Кстати, очень здорово, что Иван Зола, он вроде на твиче не забанен, не знаю, но Иван Зола, кстати, до сих пор не ответил за то, что он мне запретки на стриме туда напиздел. Вот. Поэтому я хочу Ивану Золу напомнить, на всякий случай, ну, так, к слову, что если Иван Зола вдруг, ну, решит, именно, ну, стать полноценным стримером, и, ну, верно, скажем так, ну, на твиче заняться стримами, это такой вот топчик небольшой, то я моментально отправлю в поддержку твич этот клип, где Иван Зола хуярит мне банворды. Моментальнейшим образом, то есть как только Иван Зола, ну, решит, что он полноценный стример, мы это быстро исправим. Ну, это я так, чтобы он не забывал об этом, вот, потому что я как бы все помню. До поры до времени, но я все помню. Спасибо большое, Иван Зола, за трек. Сейчас я, сейчас я в свою таблицу загляну.